Здравствуйте! Сегодня занятие по недельному разделу. Какой недельный раздел, как называется? Ты знаешь, получается смешно. Получается, это глава Реэ читается из последней книги Дворим. По-русски как-то иначе называется. По-гречески Детеранумион, а по-русски Второзакон. Как глава называется? Реэ. А вот у меня по-другому было. У меня что-то там Шель-Песах, Шени-Шель-Песах, по-моему. Шени-Шель-Песах, ну да. Ну посмотри, Шени-Шель-Песах это не название главы, это отрывок из главы Реэ. А в Израиле читается глава Насо, но это в Израиле. Понял. Хорошо. Тогда мы тоже с тобой здороваемся. Я не поздоровался. Сегодня у нас занятие с Равином Исраилем из Иншарфа. Привет, Исраиле! Привет, привет! Так, ну разговор про десятины, очевидно, имеется в виду десятины из контекста, которые тратятся на святые праздники, на праздники перед лицом Бога. Так? Да. Так, ну написано причем от всех произведений. То есть получается, что это тогда же, когда первая десятина отделяется Левитом и Богу. Тогда же вот эта вторая праздничная. Да, праздничная десятина, это отделяется сейчас. Она отделяется тоже Богу, но не через внешнее, а через внутреннее. Не через то, что ты отдаешь на радость другим, а через то, что ты отдаешь на радость своим и себе, то есть своей семье и себе. Интересно. То есть получается, что не только духовность в чистом виде, но и как бы такой святой праздник тоже нужно сразу же планировать вместе с духовностью. Да. То есть логистика материальных усилий окрашена духовными необходимостями. То есть таким образом мы материальное поднимаем до духовного. И еще мы, ну в общем, заранее исключаем понятие отделенностью духовного от материального. То есть задача объединить миры осознанно не как разделение миров и признание этой разделенности, а как признание единства мирового порядка и всемирных абсолютных интерактивных взаимозависимостей. Вот. И через это мы поднимаем материальное до духовного. Мы не исключаем ни то понятия, ни это. Вы понимаете, что они есть, но они абсолютно связаны. И через абсолютную взаимосвязь, ее признание и это признание как руководство к действию мы поднимаем материальное до духовного. При этом мы становимся представителями Бога в поддержании единства этого мира. Вот он создал, а мы как младшие партнеры соучаствуем с ним в поддержании единства этого мира, поднимая материальное до духовного. Удивительно, что прям следующее предложение говорит, что вот этот акт праздника и веселья написано там, принеси и хлеба, и вино, и елей, и мясо. И вот если ты это будешь делать на святом месте, то научишься бояться Бога во всей жизни. То есть святой праздник – это способ научиться бояться Бога. Но это не страх, который парализует и останавливает. Это страх, который не позволяет обидеть, который заставляет думать о чувствах. Когда мужчина любит женщину, он не боится ее проявлений, ее гнева, досады и так далее. Он боится причинить ей эти чувства, причинить обиду. Поэтому он не боится женщину, а он боится ее обиду. Неважно, неловкостью, физической неосторожностью и так далее. Вот и все. Получается, что это не тот страх, который… Ну, страх наказания, а это трепет, вот по-русски если перевести. Благоговение. Или благоговение, трепет. Да, вот так. Дальше сразу идут вот эти вот оговорки, что можно как бы скот переводить в серебро, в деньги. Но все равно повторяется много раз во время этого раздела, что это, если я правильно понимаю, что это обязательный праздник для всех взрослых мужчин древнего Израиля. Приходить только в… Это время, все эти три праздника только в Иерусалиме проводить. Да, ну там сказано в место, которое я тебе укажу, если быть точным. А потом это место было определено. И называются эти праздники Шалош-Регалим. Три паломничества. Ну, Регель – это нога, а так Шалош-Регалим – это три паломничества. Три ходки. Нет, ходки – это из другого. Хорошо. Ну, как эта проблема решается после того, как евреи перестали жить в Израиле? Ну, никак не решается. Она, строго говоря, перестает быть проблемой в самой себе. То есть мы не можем компенсировать этот момент, не построив храм. Значит, наша задача для того, чтобы восстановить возможность паломничества, нужно сначала восстановить адрес, объект паломничества. И после этого уже совершать само паломничество. То есть формально приезжая три раза в год в Иерусалим, сегодня это не несет религиозной ценности из-за того, что нету храма, так? Ну, да. Хорошо. А как поступали до того, как появился храм? А был переносной храм. Должны были туда приходить, к нему? Да, да. То есть там происходило все, что происходило в храме, но это был переносной, непостоянный храм. Ну, там Галли, Нофи. Хорошо. А сегодня как правильно нам поступать? Восстановить храм. И, соответственно, буду салонничеству. Хорошо. Вот я на своем личном месте что могу делаю для восстановления храма? Но его пока что нету. Да. Поэтому что делать? Вот и все. Но храм – это не результат усилия одного-двух человек. Это коллективный результат коллективных усилий. Как решаем мы сегодня эту проблему, эту заповедь, исполняем как? Ну, через то, что мы сейчас делаем. Мы изучаем теорию, создаем посыл, и сумма этих усилий, она вкладывается в общую задачу построения храма. Ведь для того, чтобы птица взлетела, как первое условие, ей нужно захотеть взлететь. Если сама она не хочет, то ее к этому побуждают, создают условия и так далее. То есть, когда мы не можем физически непосредственно дать результат, то в таком случае мы занимаемся его теоретической подготовкой. Ну, например, да, скажем, не было у евреев Израиля, там, около двух тысяч лет. Что могли сделать евреи? Они сохраняли, предыдущие поколения, сохраняли память об этом, сохраняли чувство, как чувство нехватки утраты, нехватки, запятая утраты. И через это они сохранили возможность для евреев захотеть, чтобы потом, когда будет вот эти несколько месяцев зазора, когда можно создать государство, чтобы эти месяцы были использованы в полном объеме, будучи заранее подготовленными. А если лишь в тот момент, когда будут созданы условия, мы начнем рассказывать, знаете, ребята, был храм, и надо было к нему ходить. Да, что вы говорите? Значит, для того, чтобы избежать вот этого провисания в инерции сознания, нужно его держать наготове. То есть, если мы сами не можем воспользоваться ножом, то мы хотя бы держим его в порядке. И не мы сами, так следующее поколение получит его, не смогут сами, передадут следующему. Но будет момент, когда мы его воспользуемся. Вот это дорогого стоит. Ну, это ты говоришь про сам храм. Не только. А про заповедь паломничества? Вот пока нет. И про заповедь паломничества. Когда будет для того, чтобы выполнить заповедь паломничества, не только эту, кстати, да, нужно, чтобы был храм. И таким образом, даже если его сейчас нет, но мы стараемся, чтобы он был, то мы солдаты не просто разбитой армии, которые разошлись каждый по своим дворам, а мы солдаты разбитой армии, которая не сложила оружие, а продолжает готовиться к следующим сражениям. Вот что. Прости, что такой глупый вопрос. Повторяю, что делать в эти три праздника нам сейчас? Изучать необходимость паломничества в теории, в сознании. С тем, чтобы передавать его другим. И в тот момент, когда будет возможность, чтобы либо мы, либо наши потомки, либо наши дальние потомки, воспользовались при первой же возможности. Вот этим мы сейчас занимаемся. То есть, не веселиться, кушать шашлык, мясо, общаться, а изучать? Сейчас мы изучаем. Когда, собственно, праздник идет, то тогда мы празднуем, но без паломничества. То есть, если человек хочет приехать в Израиль, почему-либо, ну, кто же против, все только за, но это не будет паломничеством. Вот и все. Ну, смотри, скажем, человек хочет, я не знаю, совершить, поучаствовать в митцве, жертвоприношение, скажем, возлияние воды на жертву. Замечательно. Может он это сделать? Нет. Кто ему мешает приехать в Иерусалим? Пожалуйста, приезжай. Кто ему мешает, там, я не знаю, облиться водой, я не знаю, налить воду, устроить гулянку и так далее. Никто не мешает. Но это не будет праздником возлияния воды на жертву. Все будет, но смысла не будет. Но если же мы скажем, ну и что, что нет храма? А мы придем, это будет считаться паломничеством храма. Это подмена. Очень тяжелая. В таком случае есть опасность, что мы этим и удовлетворимся. Ну, нету и нету, что я могу сделать? Я делаю вот это. Я иду туда. Но оно не обладает первоначальным сакральным смыслом. Я попробую режимировать то, что ты сказал. Получается, что мы делаем то, что здесь прописано, но как бы вместо храма мы идем в Тору. Это не вместо. Мы идем в архетип храма, в задачу храма, в идею храма. А это можно делать только путем Тору. Ну, других вариантов нет. И тогда мы создаем возможность для храма. Ведь храм был разрушен. Не в тот момент, когда по нему ударили римские тараны, а тогда, когда по нему снаружи. А когда по нему ударили еврейские тараны изнутри, через сознание евреев, которые пренебрегли ценностью храма. И вот тогда началось его разрушение. А все остальное было внешним средством. Так и здесь, для того, чтобы, ну, вход там, где выход. Для того, чтобы его восстановить, его нужно восстановить прежде всего в сознании и чувствах людей. И когда оно станет настолько же актуальным, как была осознана актуальность восстановления государства, и оно было восстановлено, тогда же будет восстановлен храм. А так, от того, что мы там заготовим золотую минору, я не знаю, там, свезем блоки, кирпичи, я не знаю, что еще, этого, это все будет недостаточно. Оно будет через внешние усилия и будет просто форма. Ну вот сегодня из твоих объяснений я взял, что как бы на празднике еще мне акцент надо добавить общение, еврейского общения. Общаться с другими мужчинами евреями. Слушай, бывает, что и женщины достойны общения, а вот, но, представляешь, какая-нибудь широкомысль, да? Вот, там написано «Священное собрание». Ну вот так. Хорошо, дальше упоминается третья десятина, но раз в три года или как? Третий-шестой год. Третий-шестой год. Десятина для левита, пришельца, сироты, вдовы. То есть, это откладывается, ну, как бы такой фонд, резерв для благотворительности. Правильно я понимаю? Есть разное мнение, хорошо? Значит, одно такое, какое-то, я сейчас вот нашел объяснение, вполне себе легитимное. Другое, что это был только в третий и шестой год. Вот. И есть еще одно, которое исходит из следующих глав, где говорится, что даже первая десятина, она суммируется, ну, часть ее суммируется и входит в десятину третьего и шестого года. На этот счет есть разное мнение. Я не знаю, какое из них верно. Специально смотрел, там есть, ну, разночет. Тут просто, да, действительно, тут сказано, отделяй все десятины и клади в жилищах. То есть, как будто бы это замена, да, как будто бы это замена первой-второй десятины. Вот. Поэтому я не знаю, кто из них прав. У меня нет своего мнения по этому поводу. Ну, вообще, как бы в тексте же написано черным по белому. Смотри, я, то, что я знаю точно, что отделяют первую десятину для сироты-вдоровых пришельца левита, ну, то есть для бюджетников разного рода и для нуждающихся. Ну, почему-либо, да, то есть объективы нуждающихся. А про вторую десятину я знаю, что ее отделяют для своей, ну, своей радости по поводу того, что Бог считает радостным, праздники и прочее. Вот. И, ну, естественно, для своей семьи. Это тоже я знаю. Что из этой части можно отделять для внешних нуждающихся в особых случаях, это тоже. В этом тоже говорится. Что происходит, как рассчитывается десятина третьего и шестого года, по этому поводу есть разночтение. Я не знаю, кто из них прав. Я привел все точки зрения, которые нашли. Хорошо. Какая логика в том, что между текстами про вот эти праздники священные прямо посередине вставлено про седьмой год прощения. Год шмита. Потому что до этого говорится про праздники и после этого говорится про праздники. А потому что без этой паузы в материальных заботах, что такое год прощения, год шмита? Это же не просто год, когда прощают долги. Мы об этом поговорим. А это год, когда не занимаются долгосрочными материальными проектами. То есть там сеять, пахать и так далее. То есть что это значит? Что человек на этот момент отвлекается от тяжелых сельскохозяйственных на тот момент работ и посвящает себя чему? Изучению Торы, добрым делам, которые требуют определенных объемов усилий, общению друг с другом. То есть иначе говоря, человек возвращается к истинному себе. По сути. Вот когда Бог выдохнул, это не просто Бог выдохнул, а человек поймал это дыхание. Это волевой целенаправленный двусторонний акт в нашем случае. Бог нам дает, а мы хотим, не берем, не берем. Ну значит предполагается, что берем. И таким образом только возвращение, как бы сказать, рестарт такой, то есть убирание всего, что накопилось за это время, возвращение к своему истинному я, обновление прошивки, очищение от того сего. И только вот это, вот это становится условием того, что снова может быть выполнен закон в будущем и осмыслены действия в прошлом. Для того, чтобы совершить некие усилия в будущем, надо осмыслить свои действия в прошлом с точки зрения закона себя и так далее. Вот это позволяет перевести дыхание, развести руками, успокоиться, осмыслить, поучаствовать, вспомнить, что полюбить ближнего, как самого себя, надо любить себя. Ну вот, и тогда все хорошо, все нормально. А без этого не получится. Без этого мы погрязнем в рутине повседневности. Хорошо. Значит, у нас получается, что на всех масштабах у нас строена пауза для выключения от суеты. На недельном масштабе, на месячном масштабе, на годовом масштабе. И на 50-летнем масштабе, да? Ничего? Да. То есть, это уже, ну, как бы, можно сказать, внутри столетия. Да, на этой жизни. То есть, очень неслабо, на самом деле. Это целый режим переподключения. К нам зашли Ира и Виталик. Приветствуем вас. Включайтесь с вопросами, если появляется. Да. С Ирой мы сегодня встречались, так что... Так что, Ви, включаться не надо. Нет, включаться надо. Так, вы или так? Хорошо. А ты сказал, что сейчас отдельно скажешь про прощение долгов. Значит, движение вперед возможно только при условии, что человек не обременен предыдущими долгами, переживаниями, расчетами, претензиями и так далее. Потому что все это мешает движению вперед. Обременяет. Ну, просто. Утяжеляет. Осложняет путь. Поэтому говорится, что надо прощать долги. Более того, даже в преддверии седьмого года, чтобы человек не сказал внутри себя, неосторожно. Да, на уровне чувств. Ну, нет, я ему не помогу. Он может не отдать мне. Хоть он просит меня одолжить, а я ему не одолжу, потому что он может в седьмой год мне отдать. Он же так же знает закон о технике. А вот. И я ему не одолжу. Так вот, чтобы это даже мысль не закралось. Это тяжело. Вот. Потому что, когда человек одалживает, говорит, я тебе верну, возвращает часть, или не возвращает ничего, то он говорит, ну ладно, что ты хочешь, шмита, седьмой год, вот, то найти в себе силы сказать, ну да, шмита, все. Вот. Это не так просто, как кажется. В общем, в некоторых разумных объемах нужно позволять людям пользоваться тобой, не быть слишком строгим. нет, можно отказать человеку в просьбе, но не из расчета, что он потом тебе о лаверды не воздал, так положил. А просто потому, что он не потому, что там год шмита, бог разгневается, или что. Нет, потому что человек не внушает почему-то уважения. Скажем, не внушает уверенности, что он приличный человек. А я не хочу ему отдавать ничего, что он не отдаст. Исраиль, а вот это только среди или это распространяется как бы на обновь и ног тоже. Сейчас там есть разночтение. Спасибо за этот вопрос, я прям его ждал. там написано для чужих год шмита не действует. Он не может сослаться на год шмита, его год шмита не обязывает. Потому что год шмита обязывает всех и тогда мы внутри одной системы. А если он вне этой системы, его год шмита не обязывает, значит он обязан все отдавать. Он вне этой системы. Но если мы говорим о бнейновах, то тут возникает разночтение. Одни считают бнейновах своими, а другие нет. И если я могу сказать про себя без обобщения, я например считаю бнейновых своими. И если человек из бнейновых приходит и говорит ты знаешь, мне нужна помощь на то и на это, то я ему могу сказать, да, ну вот будет год шмита, вот и ну теоретически ты имеешь право мне не отдавать. Потому что на тебя год шмита не распространяется. А если он скажет, а я пришелец среди вас, вот я приехал в Израиль и живу здесь, я пришелец, то в таком случае одни его посчитают конъюнктурщиком, который манипулирует, пользуясь знанием закона, а другие сочтут его вполне, ну как бы реплику вполне законной. Ну для меня он, для его, для меня его реплика законна. Поэтому для, для меня он свой человек. Вот так. Еще вопросы? Ну вот интересно, то есть заканчивается отрывок про рабство, про вот эти прощения долгов и снова про праздники перед Богом. Что можно брать, что приносить и так далее. То есть очень для Бога очень важны эти праздники. ну да, потому что они позволяют обновить закон, строго говоря. В это время читали Тору, общались, общались, пользуясь, ну скажем, или руководствуясь большинственными распоряжениями. Да, вот, а вы ребята сейчас отдыхайте, ну спасибо, вот, хорошо и собираются. Таким образом восстанавливается и обновляется первичная связь человека с Богом, человека с обществом, человека с самим собой. Дорогого стоит. И прямо заканчивается тоже посередине и заканчивается тем, что являться перед лицом Бога, веселиться каждый с даром, смотря по благословению, которое было нам. Хорошо, у меня нет вопросов больше, ребята, если хотите о чем-то спросить, есть такая уникальная возможность. Я просто хотел сказать, насколько важно для Бога переживание радости. Насколько? А вот настолько, что без радости оно все не работает. Если Бог говорит радуйтесь, то это не значит, что надо натянуть на себе резиновую улыбку от уха до уха. А таки радоваться. Это значит, все, что радует человека в законном смысле, чтобы было полной программе. Правильно, я понял, что нужно заботиться каждый день о том, чтобы внутри была естественная, не искусственная, подлинная настоящая радость. Да. А отсутствие радости это оскорбление Бога, причем очень тяжелое. если учитывать, что служить Богу без радости запрещено, тогда получается, вставая утром, надо сначала позаботиться о радости своей души, а потом начать ему служить. Да. Сначала мы его благодарим, даже не упоминая его имя. Бывает, что благодарность уже приводит в состояние радости. Да. Сначала благодарность как основа для радости, просто радость сама по себе, это же тиходелически вообще как-то звучит. Сначала благодарность осознания, потом естественно его признание, потом обратить внимание на себя, ты смотри, я живу, хорошо, и потом ну так отметим же это дело. Ну, я имею в виду в хорошем смысле. Ты знаешь, как ростофорианцы решили эту проблему, да? Кто? Ну, ростофорианцы есть такая религия. Не знаю. Окна христианская. Ну, они курят траву и потом читают псалмы и все остальное. Не, это не наш путь. Ну, им-то можно? Не, ну, им-то можно, я же говорю, это не наш путь. Не знаете, что он всем запрещен. Патанжали тоже признавал наркотики как одним из способов духовного продвижения. Но это не наш путь. хотя сколько бутылок водки выносят с хосинских форбрингенов пустых, ну, пустых бутылок из-под водки, это я тоже знаю. пустых бутылок. это что-то очень такое психоделическое. Сначала устроить себе экзальтацию, а потом принимать экзальтацию и заблизить к Богу, это так может далеко зайти. Ну, у меня по своему опыту как бы значит в состоянии алкогольного опьянения читать Тору возможно, но невозможно нормально, качественно молиться и медитировать. Ну, как бы мозг работает нормально, могу читать, но все остальное нет. Нет, дело же не в том, что глаза читают, мозг воспринимает смысл прочитанного, и то не факт, что в полном объекте. А вот но вообще-то эти вещи лучше не не связывать. В общем, молочное и мясное правильно употреблять, но отдельно. Пойдем. Хорошо. Рома, ты включай микрофон, давай. Да, хотел спросить. Ну, вообще, я с собой согласен, не надо употреблять, потому что алкоголь и наркотики это все-таки измененное состояние сознания, то есть и вопрос, насколько они измененные, и каким выводом мы можем прийти. Ага, да, да. Потому что качнуть может не туда. Ну, конечно. Вот, то есть это, ну, внешние, как сказать, внешние стимулы, они, они в этом смысле. Ну, как бы, допинг, допинг. Да, между допингом накачивать. Да, да, да. Да. Ну, в принципе, да. А так, ну, встретиться, отметить это дело, правильно пообщаться, получить удовольствие, темы обсудить, почему нет. Вон, сколько раз Эль Ханан там, мы с ним на общих юрейских мероприятиях там обсуждали в присутствии народа. Сколько у нас? Да, вот, я сегодня увидел рекламу очередную там, ну, среди тех, кто на Лимуды ездит, что там какая-то тусовка чисто для мужчин в Германии, причем недорого. Я вот думаю, может быть, имеет смысл поехать. Ну, и на здоровье. Ром в Германии тоже не закончился, если что. Так, хорошо, друзья, либо вопросы, либо включаем нецензурное общение, бесцензурное. Бесцензурное, это радость, да. Виталий, я знаю, что у тебя всегда работает мозг, генерируя вопросы. Мозг работает. Что-то прервался голос. Да, ну, он сказал, что мозг работает. Да, Андрея, он нет сегодня. Ну, хорошо, я тогда остановлю запись, у нас такой бодрый урок, практичный поделок, что-то спасибо тебе за занятие с Райдом. До свидания. Так, делаю стоп. Субтитры сделал DimaTorzok